Алдек, сейчас время 5 часов утра и я сейчас монтирую это видео, постараемся выпустить это к 6-7 утра. Несколько часов назад в час-два ночи мы приехали с улицы Абая, а мы очень долго стояли около караоке-бара, где мы наблюдали за сотрудниками нашего Талкурганского городского Акимата, ребят, Акимата. Они внутри тусили в этом караоке-баре и по постановлению вообще деятельность караоке-бара в караоке она запрещена. Тем более, что в будни обычно после 12 ночи вообще ресторан, кафе должны быть закрыты. Но смотрите, 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 смотрите следующее видео, как сотрудник ЖКХ садится пьяным за руль, как он бьет, по-моему, свою супругу, как зам Акима выходит из этого бара и как остальные сотрудники Акимата подъезжают к этому зданию, как они используют наши государственные машины. Короче, это сотрудник ЖКХ, это местное заведение, караоке-бар, сейчас время сколько, пацаны? 007, у нас, смотрите, 0 часов 07 минут, и, ну, я понимаю, поясняют отношения, ребята. Вот почему нужно запрещать гослужащим посещать кафе. Угу. Угу. Бабу бьет пьези, да? Да, машинка пьези, да? Хух, он боксер. Ха-ха-ха-ха. Да, сильно пьези, понимаешь? Да, баба пьези. Ань, потихоньку. Что, он сильно пьезит? Да. Ты снимаешь? Да. А? Ты что, думаешь, мне не больно, а? Почему? Почему? Ну, почему? Рудник ЖКХ. Горд Толган. Опа. Он зарусил? Опа. Нифига он бухой, да, зарусил? Ё-моё. Вот его машина. Это что, да? А, это сотка, да? Пьези. Ей, баба пьезит, да? Он за рулем все, вообще бабу пьезит, что-то вообще. Свою жену, по-моему, бьет. А потом к этому каро-ки-бару подъехала машина начальника отдела предпринимательства Акимата города Алкурган, Нурбола. Но его самого за рулем не было, но Нурбол потом нам звонил. Смотрите дальше. Это у нас начальник отдела предпринимательства Акимата города Алкурган. А далее в жопу пьяный ЖКХшник пошел садиться за руль служебного автомобиля. Ау. Так, он сел в машину ЖКХ, по-моему, да? Это 073AW05. Еще одна машина. Тоже стоит. Какая? 078, да? 078, по-моему, да? 078AW05. Гостовская машина. Так, еще одна. 084, она. Это 084? Ага. Еще одна. Гостовская тачка. Так, ЖКХшник пьяный ЖКшник поехал за рулем служебной машины 068, да? Вот он поехал. Ага. 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 Сейчас, давай сейчас, придумай. Ты так понял. Бля, бля, бля. Башни, вырвала ссор кузними, нахуй... Баллы, наркажьи... ... не красавьи, дожи... ... не мягче. Я не убил, а не за меня. Братан, мен, ты же снимай. Просто, что ты делаешь? Не делаешь. Баллы, да. Баллы, да. Конечно, не надо. Харь, да, давай, я приеду поговорю. Брат, я уже всё, отдыхаю я уже, брат. Не могу говорить сейчас. Можешь, Харь, я тебя звонок делаешь? Глянь, не знаю, нет наверно? Нет, я тебе не каждый день звоню, брат. Да, понятно, что не каждый день звонишь. Угу, не дай. Ладно, на руке. Сами что-нибудь порешаете? Да, сами тоннели, директор, порешает директор. Ладно, братан, отдыхать давай. Сейчас 5 утра, у меня до сих пор пытается кто-то дозвониться на телефон, но не суть. Суть этого видео в том, что мы все знаем правду и мы обычно об этом молчим. Мы знаем, как госслужащие отдыхают в тех же саунах, кабаках, но они не следуют тем запретам, которые они сами делают. Те же сами постановления, кто пишет эти сам врачи. Этому реально госслужащие не следует этим запретам сами. Они же сами и нарушают это. Те люди, которые управляют нами. Обычно мысль к ним приходит к тому, что кто вообще у власти стоит? И суть этого именно видео мы говорим о правде именно. О той правде, о которой многие молчат. Мне вообще все равно госслужащие собираются, не собираются в кафе. Я вообще за то, чтобы госслужащие спокойно могли сидеть в кафе. Но когда пьяный человек садится за руль, это я считаю, что неправильно. Когда вы слышали, вот в Алматинской области недавно пьяный водитель на УАЗе сбил 4 школьниц, 4 детей, 4 подростков. Одна из них погибла. И не дай бог, если бы, не знаю, не дай бог, если бы этот ЖКХ сбил кого-то ночью, не дай бог. Мне все равно, какие там работают рестораны, какие там караоке или боулинги, бильярды, мне все равно. Но, граждане, чиновники, вы сами эти пишите постановления, вы хотя бы пролоббировали бы их сами для себя. Для себя вы хотя бы сделали бы какую-то лазейку, форточку для того, чтобы завтра там не ходить, не позориться вот так вот. До 12 положено работать, мы вас наблюдаем в этих кафе после часа ночи, например. И вообще, у меня большой вопрос, что там делала замы Кима Сауля Арзамбекова, которая недавно хлопала в компьютерный клуб. По основному, главного центра врача запрещает деятельность в компьютерных клубах вообще. Мы соблюдаем дистанцию, обрабатываем всех гостей. Нет, вы сопротивления были обслужены. Вам было сказано, работа на компьютерных клубах запрещена вообще. Никаких условий. Вот вы сейчас говорите, мы все соблюдаем. Администратор. Маски и половины нет. Посмотрите, кто не говорит, что народ сидит. Здесь тоже самое. Посмотрите, у нас есть человек, но у нас нет. Нет, у нас есть человек, у нас нет. Ну, хорошо, что вы установите. Да, да, можете вы взять. Следующий зал, посмотрите. Насколько я знаю, этот заместитель Акима возглавляет мониторинговую группу в Тауткургане. Хорошо. Сколько человек у нас сидит в этом зале? У вас вообще работа... 25 человек у нас сидят. 125. У вас работа вообще должна быть закрыта. У вас труд должен быть закрыт. Вы не имеете право работать сейчас. Уважаемый заместитель Акима города, Сауле Мамбаевна, при всем уважении, вы хоть раз попробовали бы нагрянуть в этот же караке-бар, где вы сами тусите. В этом футболе Bahasa Жел. В белом? В там где. Замок ему городом, да? Вм. В этом же ее помощница. Адлетнята, еще не? Да, да. Ваза Жел. Нет, это не Адлетнята, еще не в белом. Как ее зовут? Помощница. В море стиле? Да, да. Базар, нет у нас, эти мальчики, бля, пиздец вообще. Вроде недавно хлопали это, по-моему, в заведении, да? Ну, это ладно. Так, народ, время уже час. Как бы карантин у нас сегодня, так, суббота, да, по-моему. Вообще выходные, по-моему, до 9-ти же, да, у нас по восстановлению? Работать можно, вот сейчас уже. Только что мы вот видели зам Акима Сауля Мамбаевну, Сауля Арзамбекову. Давайте еще раз осветлим видео, я думаю, многие из вас узнают заместителя Акима города. Вот пишут, что там, да, ага, ага, Мазар жил. Белый? Ну, что себе? Это зам Акима города, да? Угу. Я там же этот, ее помощница. Адлет Рамтаевич, да? Да, Мазар жил. Нет, это не Адлет Рамтаевич, а этот, Белым. Так ее зовут? Помощная. И в конце хочется обратиться к нашим предпринимателям. Если у вас до сих пор есть желание платить штрафы, пожалуйста, пишите комменты, продвигайте это видео. Пока!